А если среди вас люди, которые не были на моих вебинарах, поднимите руки. Такая свежая публика. Прекрасно. Я вам расскажу, кто я такая. Но сначала я расскажу невероятную историю, которая произошла сегодня в ювелирном нашем магазине. Мой друг из Львова мне увалился. Говорит, я хотел купить колье своей любимой девушке, но решил купить на эти деньги два колечка. Это, получается, деньги те же, а подарка два. И я ему сказала, ну у тебя есть очень большая, большая опасность. Как вы думаете, какая? Ты представляешь, я тебе говорю, даст на той девушке колечко. А она что? Ну типа, тебе подарок. А я согласна, абсолютно верно. Говорит, ты понимаешь, что она тебе сейчас скажет? Я согласна, что ты будешь делать. Он говорит, надо, наверное, опять поменять на колье. И я говорю, ну ты подумай, ну как-то уже неудобно, уже все выписали, зарегистрировали. Я говорю, ну ты понимаешь, что тебе придется жениться. Он говорит, ты понимаешь, что да. Говорит, друзья, мы сегодня все поработали купидонами. Вы это понимаете, детка? Наша компания. Я лично, чем очень горжусь. Но тут вопрос возникает. А что он будет делать со вторым колечком? Потому что оно точно такое же. Итак, друзья, давайте я представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Людмила Калабуха. Я бизнес-тренер. Я учу людей продавать. Я живу во Львове. Я писательница. Я написала две книги, которые стали лучшими книгами Украины. Моя книга, которая называется «Почти гури дни». Стала лучшей книгой Украины 2017. А моя вторая книга, которая, работаю на контрасте, да, почти говорит и так, да, стала лучшей книгой Украины 2020. О чем я пишу, как вы думаете? Ну, о чем? О продажах. Вот что людям надо, понимаете? Что стало всеукраинскими бестселлерами? И я бесконечно горжусь. Я один из самых продаваемых украинских авторов. Я почетный ампассадор ООН в Украине по развитию женского предпринимательства. Очень много выступаю в СМИ. И сегодня меня к вам на такое невероятное событие. Знаете, с какой темой пригласили? Сейчас будем все падать на умняк, да? С темой называется «Кто такие ковидеалы и как продавать в 2022 году?» Вы бы видели лицо с этого молодого человека? Если бы вы выпили, то вы бы протрезвели сейчас. Итак, друзья, очень часто я очень много выступаю в СМИ. Меня спрашивают Людмила. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Как изменится клиент в 2022 году? Как продавать? Какие методы работают? Я очень много выступаю на топовых телеканалах Украины, на радио. Итак, друзья, вопрос ко всем. Кто знает, какие ковидеалы? Поднимите руку. Кто знает, кто такие? Аня все знает, потому что Аня знает все. Как вы думаете, кто это такие? У кого какие идеи? Кто такие ковидеалы? Ну, как вы думаете? Это журналисты. Еще варианты. Кто такие ковидеалы? Те, кто переболел ковидом. Еще варианты. Кто такие ковидеалы? Сетевики. Это сетевики. Мне очень нравится проход ваших мыслей. Так вы думаете, кто это такие ковидеалы? А, ковидеалы. Ковидеалы. Это те, кто все-таки переболел. Это те, кто переболел. Ну, может, еще какие-то... Я не переболел, не переболел, а те, кто... Заболеет. Кто-то умер. Те, кто в момент пандемии сумел... Те, кто поднялся в момент пандемии, это мог сказать настоящий сетевик. Итак, друзья, кто такие ковидиалы? Впервые запустили этот термин индийские журналисты. Индии. Индийский часопыск, как говорят на Украине. Индийский журнал стал писать, что это дети, которые родились в период пандемии. И всякие ученые, футурологи... Вы знаете, кто такие футурологи? Это как синоптики, да? Они ошибаются один раз, но каждый день. Так кто такие футурологи? Кто знает? Любовь знает все. Люди, которые предсказывают будущее с умным видом. Они вот всякие футурологи, сейчас вот предполагают, какими же будут эти дети, да? И как они будут жить, и как они будут продавать. А я говорю, ребята, это неправда все. Ну что мы можем сказать про детей, которые только родились? И я стала копать в этом направлении, друзья, и накопала. Ковидиалы это кто? Кто? Это мы. Это люди, которые живут в Украине в период пандемии. Свои первые книги, которые стали лучшей книгой Украины 2017. Кто из Украины? Поднимите руки. Кто еще не читал мои книги? Поднимите руки. Вам их обязательно надо будет прочитать. Я пишу про то, какие поколения сейчас населяют Украину, населяют мир и населяют вообще все страны мира. Итак, друзья, кто слышал из вас про теорию поколений XYZ? Поднимите руку. Так, понятно. А кто не слышал, сейчас будете умные, будете блистать в компаниях. Все я сейчас вам расскажу. Итак, друзья, всякие умные люди придумали, что сейчас весь мир населяет три поколения. XYZ. Итак, кто такие поколения X? Сколько им лет? Как вы думаете? 50. 50+, абсолютно верно. А теперь минута честности. Среди нас есть люди, которые 50+. Поднимаем руки и гордимся. Молодцы. Итак, друзья, я буду рассказать про вас. Люди, которые населяют сейчас весь мир, которые наши клиенты. А у кого есть клиенты 50+, поднимите руки. Вот сейчас я буду рассказывать про ваших клиентов, а вы будете говорить так это или нет и меня дополнять. Итак, это люди 50+, так называемые поколения X. В какие времена они жили? В какие времена прошла большая часть жизни, которая их сформировала? В советские времена. Что мы можем сказать для этих людей? Как они покупают? Что для них самое важное в продаже? Удобно. Еще. День мицит. Так, что еще? Самое важное в продаже? Думаем, вспоминаем своих клиентов. Как они покупают? По списку на регистрацию находятся в описании под регистрацию. По списку еще. Они такие ответственные, ребят. Очень. Они очень ответственные. По списку жены покупают. Обязательно. Подумайте о том, что пока есть возможность сделать регистрацию. Абсолютно верно. Они любят экономить. Они очень ответственные люди. И так, скажите, пожалуйста, для них самое важное это традиции. Традиции. Обратите внимание, что вот ресторан, в который подруга ходила, в который я ходила. Скажите, пожалуйста, они требовательные или нет? Люди 50 лет. Нет. Нет. Нет требовательные. Если у вас нормально. Им что? Им нормально. И скажите, пожалуйста, они пишут плохие отзывы или нет? Нет. Нет, они не пишут плохие отзывы. Это замечательные клиенты. Всю жизнь они терпели. Ради кого еще они терпели? Ради детей. Ради детей еще. Ради чего? Не еще ради детей терпели. Ради светлого будущего. Они никогда ничего не выбрасывают. И на их чердаках и балконах можно найти то, чтобы построить полноценные государства на необитаемом острове. Итак, друзья, как им продавать надо? Что они покупают? Ради детей. Ради будущего. Все для детей. Что за них это идеальные клиенты. Еще они знают, что работать можно только как? Работать тяжело. Тяжело, только тяжело. И без дела не будут сидеть. Рассказываю историю про Турцию. Моя подруга впервые в жизни вывезла маму на турецкий пятизвездочный курорт. Оставила пять минут без присмотра на пляже. Внимание, знатокам, что сделала мама? Подписала без присмотра. Помыла посуду. Что сделала мама? Мама пять минут осталась без присмотра впервые в жизни на пляже в Турции в пятизвездочном курорте. Еду собрала в кулечек. Собрала еду в кулечек, Ярослав. Что сделала мама? На верблюда села. На верблюда села, да? У меня были варианты. Завязала отношения, познакомилась с турком, да? Какие еще? Вы сказали. Сказал. Окружающие. Я на все, что сказали окружающие. Еще варианты. Что сделала мама? На верблюда. Мама провела презентацию, потому что мама работала в нашей компании. Так, на самом деле, правда следующее. Мама собрала все лежаки на пляже и сложила их в кучу. Когда пришла моя подруга, говорит, мама, что ты делаешь? Это же пятизвездочный отель. Она говорит, ну я не могу без работы. Но даже мальчикам турецким помочь, да? То есть это люди, которые привыкли работать тяжело, живут ради детей. И для них самое важное – это традиции. Я правильно рассказываю про людей поколения Х-50 плюс? Абсолютно верно. Итак, поколение Игрик. Сколько им лет? 30 плюс. 30-50. Поднимаем руки. Кто предотвежит поколению Игрик? Так, а там вообще никому никто не принадлежит, да? Люди 50 плюс не стеснялись поднимать, а вы стесняете. Итак, друзья, поколение Игрик – это мы. Мы терпим или нет? Нет. А может терпим? Нет. Не терпим? А может что-то не терпим? Терпим, терпим. За ради денег. Мы терпим ради денег. И самое главное – как мы покупаем, почему мы это покупаем, для нас важно, друзья, статус. Или назовем вещи своими именами – понты. Понимаете? Нам очень важно понты. Мы максимально в себе отращиваем эти понты, чтобы можно было показаться, чтобы можно было доказать родителям, доказать детям, доказать друзьям, что да, мы выбрались из этой попы, простите за мой французский. Да, мы можем себе это позволить. Да, у нас классные квартиры. Да, у нас классные курорты. Мы готовы грызть, мы готовы взгрызаться. Вот это, чего мы терпим. У кого есть клиенты поколения Y, поднимите руки. Все. Я правильно про них рассказываю? Да, точно. А эти клиенты пишут негативные отзывы, они бывают чем-то недовольны? Да. Конечно, бывают. Мы очень требовательны. И если нам пообещали сервис, он должен быть. И если мы едем на какой-то курорт, и там что-то было заявлено, оно должно быть так, как мы хотим. Так, значит, как надо продавать клиентам, у которых из нас поколение Y, как друзьям, им нужно продавать, что мы какие? Крутые. И с нами у них будут понты. Так, прекрасно. Следующее поколение, поколение Z. Кто слышал про поколение Z? Поднимите руки. Минус 30. Что? Что это за люди? Какого они возраста? Молодежь. До? До 20 лет. До 30 лет. Я, кстати, в Comedy Woman, знаете, что слышала? Они говорят, вот если в вашем лексиконе появилось слово молодежь, значит, вы клинер носите сюда. Итак, друзья. Итак, друзья. Что такое поколение Z? Это люди до 30 лет. Это мое самое любимое поколение. Они невероятные. Есть у нас люди до 30 лет здесь в зале? Поднимите руки. До 30 лет. Есть, пока Диман, человек местный, да? И ни один не стесняется. Поколение Z поднимите руки. А, Аня, ты так жена. Вы до 30? Конечно. С таким счастливым и на свободе. А вы женаты? Нет еще. Так, ребята. Тут холодная касса. Девчата. 30 лет, и не жена. А что, ребята, девчата? Девчата. Девчата. Вот тем более, это утрое. Все уж хорошо, девчата. Спасибо. Спасибо, Галина. Что мы можем сказать про поколение Z? Их можно охарактеризовать одним словом. Как сказал мой программист. Я говорю, слушай, почему ты не сделал задачу? Ну, мы же договаривались. Ты ее сделаешь к определенному часу. Я 300 метров звонила. Сделаешь ты или нет? Он не сделал. Знаете, что мне отвечают? Я забыл? Я забыл. Их дала их правду. А я говорю, ну как ты мог забыть? Ты же понимаешь, что ты подвел. У тебя нет какого-то чувства вины. Как получилось. А он знает, что говорит? Такая улыбка какая-то. Нет. Нет. Я легкий. Они легкие. Они забыли. Понимаете? Как продавать поколение Z? У них есть деньги или нет? Есть. 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 Деньги есть. Так, а как они покупают? Что для них самое важное? Эмоция. Абсолютно верно. Для них самое главное эмоция. Если поколению X, люди 50+, нужно продавать что? Традиция. Что это так, как они привыкли. Так, как они знают. Так, это привычно и надежно. Поколению X нам надо продавать что? Панты. То поколению Z, что нужно продавать, друзья? Друзья, эмоцию. Друзья, нужно продавать эмоцию. Понимаете, друзья? И вообще, я как маркетолог, как аналитик, я вообще очень серьезный, нужный человек. Мы уже поняли, да? Я наблюдаю изменения потребительских привычек. И мне вот очень интересно, мое мнение, мое видение совпадет с вашим или нет. Итак, друзья, сейчас, на сегодняшний день, на рынке две потребительские привычки. Первое. Люди стали больше тратить или экономить? Трати. Давайте проголосуем. Кто считает, что люди стали больше экономить и думать над тем, куда они инвестируют и вкладывают деньги и тратить? Поднимите руки. Кто считает, что люди стали больше думать и больше экономить? Поднимите руки. Есть. Есть ли люди, которые считают, что люди стали больше тратить? Наоборот. Есть такие? Абсолютно верно. Итак, эти две тенденции существуют параллельно. Есть люди, которые, наоборот, которые всю жизнь экономили. Вот прямо до последнего. Сейчас что? Как живут? Последним днем, да? И на что они тратят? Те, которые всю жизнь экономили. На что тратят? На то, что их на что экономят. Абсолютно верно. На эмоции, на радость. Это все наше. Можем, друзья, понимаете. Я 18 лет продавала ювелирные изделия. Я 18 лет занималась ювелирным бизнесом. Итак, друзья, мы живем в самое классное для нас время. Мы торгуем эмоциями. Мы торгуем радостью. Друзья, когда был первый ловдаун, самый страшный, самый вот этот ужасный ужас. Знаете, какие товары наиболее, согласно статистике, продавались в интернете? Какие? Ну, какие? Назовите мне. Как вы думаете? Еще варианты. Плевка до телефона. Еще что? Косметика. Косметика, абсолютно верно. Люди сидели дома и хотели быть красивыми. А еще какие товары? Больше всего продавались. Первый локдаун, согласно статистике, в интернете. На первом месте косметика, на втором. На нижнем белье еще варианты. Еще духи еще варианты. Ну, 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 ну. Так, а теперь все меня слышат внимательно. Ювелирные изделия. Ювелирные изделия. Люди сидели дома в печали, и им хотелось радость. Им хотелось радость. Итак, люди, которые больше всего тратили, стали, экономили, стали тратить на радость. А люди, которые экономили, стали что делать? Более осмысленно вкладывать свои деньги. Стали их куда вкладывать? В изделия. Опять же, ювелирные изделия, потому что они не сносятся. Опять же, мы с плачком шоколадом. Итак, друзья, я с огромным удовольствием сегодня с вами провела этот интерактивный вечер. И давайте мы сделаем с вами какие-то выводы. Я же бизнес-тренер, да, я что-то вас научить должна. Давайте сделаем выводы. Какие выводы из того, что я сегодня рассказала, сделали лично вы? Мне очень понравилось «Три поколения». Это просто шикардос. Ну, и одно маленькое замечание. Я вам скажу очень-очень тихо. Ювелирные изделия никто вам не будет отправлять на почту. Поэтому в интернете не пытайтесь их заказывать. Приезжайте сюда, покупайте. И больше никак по-другому вы их не получите. Итак, друзья, а как же теперь продавать? Как продавать? Как изменились методы продаж в 22-м году? Все мы стали немного интровертами. И все продажи перешли куда? В интернет. В интернет, а именно куда? В переписке. Продажи перешли в переписке. Значит, детально, кто читает по-украински, я очень рекомендую почитать мои книги. Там детально написано, как в переписках. Следующий вебинар, который у нас с вами запланирован, он будет именно по продажам в переписках. А сейчас я вам дам три лайфака, которые уже невероятно увеличат ваши продажи и вашу верновку, назовем их так, обращение в нашу веру наших партнеров в переписках. Итак, друзья, первое, что надо сделать в переписках, как вы считаете, самое первое, самое простое, но оно моментально поднимает в продаже и отклик. Что нужно сделать? Переписка. Отвечать сразу. Понимаете, друзья? Сразу. Отвечать сразу. Вы должны буквально каждые полчаса проверять все ваши мессенджеры, директ, личные сообщения, где вы общаетесь с людьми, телеграм, вайбер. Нужно отвечать сразу. Потому что, если вы сразу ответили, это значит, вы точно так же ответственно и быстро, и компания, которую вы представляете, будут исполнять все свои обещания. Итак, первый лайфак. Очень простой. Отвечать нужно сразу. Второй лайфак. Как вы думаете, Вилья? В продаже в переписках. Что нужно делать? Никогда не заканчивайте ваши сообщения в переписках любых вайбер, телеграм, директ, любые, ватсап, точкой. Знаете, чем нужно их заканчивать? Нет, ни многоточек, ни смайл-ка, на чем. Я молчу, но я могу выдавать. Кто сказал? Потому что мои звезды сидят. Всегда нужно заканчивать вопросом. Всегда, чтобы вы не писали. Написали, например, человек. Есть супер-классный шоппинг-тур. Каким вопросом мы написали подробности? Каким вопросом мы заканчиваем это сообщение, чтобы невероятно увеличить на него отклик? Каким? Ты едешь с нами? Ты будешь с нами? Что скажешь? Поехали и обязательно вопрос. Внимание за ногам. Почему вопрос? Почему это так важно? Почему это работает? У кого какие идеи? Продлить общение абсолютно гениально. Еще почему? Почему? Оставляет думать. Оставляет думать. Это очень хорошо. Конкретизируем еще почему. Совсем другое, да? Сейчас мы с этим разберемся. Еще варианты. Итак, друзья. Кто знает страшное слово «незаконченный гештальт»? Поднимите руку. Страшное-престрашное. Значит, незаконченное действие. Мы человеку ставим вопрос, да? И у него тогда подсознательно работает, ну, надо же какой-то дать ответ. Понимаете? Значит, первая задача Людмилы Калабухи. Кто еще забыл и не знает, кто это, так это я напомню. Я Людмила Калабуха, да? Я ваш бизнес-тренер. И я горжусь невероятно, что часть моей работы в вашем успехе, что мы сегодня собрались. Я бесконечно горжусь сотрудничеством с вашей компанией. Всем про вас рассказывают, никто не верит. Я говорю, да, вот вы пойдите, посмотрите. И будете мне ныть, что люди не имеют денег. Я говорю, вы не знаете, как люди работают, что люди имеют деньги. Просто не платят не вам, а вам, да? Итак, друзья. Давайте еще раз. Первое. Мы отвечаем максимально быстро. Второе. Мы никогда не заканчиваем точкой, а заканчиваем вопросом, да? И мы всегда, особенно если пишем новому человеку, к нему обращаемся. Ну, я в шоке. Так? Как обращаемся? По имени. А если мы его не знаем, как нам узнать, как звать человека? Я была активной. Ты не слышишь? Ну, вы же ему пишите. Я вам ставить им так, чтобы ему написать. Он просто примерно на одном. Он в инстаграме. Значит, заходите к нему на прозвищу. Да. Все равно написано, как его зовут. И пишите ему, Мария, Маша, Таня. Представляете, как человек думает. Ничего себе замороченный. Да. Зашли ко мне на профиль. А перед тем, как ему что-то писать, все меня слушают внимательно. Я сейчас там лайфхак, который откроет любые двери сердца. Все на меня смотрят. Прежде чем кому-то что-то писать, прежде чем от кого-то что-то хотеть в соцсетях, что нужно сделать для его профиля? Комплимент написать. Что сделать? Зайти на его профиль. Что еще сделать? Лайк. Как три последние поста. И что еще сделать? Не только. Написать комментарий. Написать комментарий какой? Комплимент. Какой комплимент. Люди у меня на вебинары ходили. Итак, что люди постят в соцсетях? Ну что они поют? Детей своих. Да, детей. Рыбалку. Ногти. Лучшие стороны. Ногти. Так что мы пишем? Так что ему написать? Поцепиться. Интересно. Что написать? Ну что пишем? Какая красота. Я тоже хочу такие венокти. Я тоже хочу такую рыбалку. А сейчас я вам расскажу. Великий провал великого безустрения во современности. А именно меня. Я проводила вебинар для сети сетшопом. Ты начинаешь разговаривать. И тоже им дала такой совет. Я говорю, прежде чем писать человеку, клиенту, заходите на его профиль. Лайкайте и пишите. Какая красота. Какой прекрасный ребенок. Я тоже хочу такую рыбалку. И они мне, знаете, в чате пишут, Людмила. Люди же скрывают, что они в секс-шопе что-то покупают онлайн. Представьте себе, что мы секс-шоп. Их комментируем. Значит, если вы не такуете оружие, и если вы не сетшоп, не комментируйте клиентам. Всем остальным можно. Итак, друзья. Три лайка. Отвечаем быстро. Всегда заканчиваем вопросом. Всегда. Обращаемся на имя. Прежде чем что-то от человека, хотим три лайка. Последним тем, поставлю, что хорошие вещи. Ну, может быть, сетшопка. Кто хочет от меня вебинар, продажи, переписках, подняли руки. Так, я уже продала. Так, ну что, друзья. Я бесконечно рада стать частью вашего дела и вашей мечты. Вы невероятно крутые. Я всех люблю и обнимаю. Ваша Людмила Калабуха. Почетное аплодисменты, правительство развития. Женщик, принимайте, слава. Друзья, как видите, все действительно очень шикарно. И мне что очень нравится, что развитие идет с каждым днем больше, больше и еще. Очень, давайте еще раз поблагодарим Людмилу. Спасибо, Людмила Калабуха. Развивается очень и очень сильно. Друзья, давайте. Друзья, я расскажу интересную историю. Мне подарили алкоголь сейчас. Выключите, пожалуйста, мой руку. На окно.